Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. И в сегодняшнем ролике продолжение процесса над красивейшим, теперь уже окончательно коротким топом для лета, который я назвала розовый фламинго. Постараюсь сегодня не уснуть ночью, чтобы закончить эту очень красивую работу и завтра вам продемонстрировать и, возможно, рассказать о каких-нибудь еще нюансиках. Итак, мои хорошие, посмотрите, какая красота получилась из остатков пряжи. В это сложно поверить, что это именно остатки пряжи. И, видимо, так сложились звезды, что у меня остались именно те оттенки, которые так красиво сочетаются. Не знаю, я когда смотрю вот на этот топ, у меня почему-то перед глазами возникает красивый розовый закат или восход, и почему-то я вижу эту красивую птицу фламинго. Не знаю, просто поглощаю, вдыхаю в себя эти ощущения, эту энергетику от таких вот иллюзий или представлений. Итак, кто зашел только что ко мне на канал, мастер-класс по этому красивейшему мотиву есть на канале. И большой мотив есть, и вот этот мотив, который я назвала, маленькая звездочка. Все есть на канале. Как соединять мотивы, я тоже рассказывала в видео. Не знаю, насколько было оно вам понятным, потому что комментариев было не так много, и я так и не поняла. Вам что-то понятно, или все понятно, или ничего не понятно. Так говорила моя учительница в школе. Если молчите, значит или все понятно, или ничего не понятно. Светлана Мастинкина написала комментарий, да, Лена, это очень сложно, потому что, ну, соединение мотивов, чтобы соединить их именно по фигуре, с выточками, чтобы это красиво лежало, на это нужно мастерство. И я полностью согласна. Мастер-классы на такие платья, платья, туники, они, как правило, платные, потому что, на самом деле, очень сложно это объяснить на рисунке в электронном виде, тем более снять видео. Поэтому, мои хорошие, как могу, так и объясню. Конечно же, туника еще, вернее, топ еще не закончен, но я специально, вернее, не то, что специально, я, конечно же, вяжу потихоньку, ввязывая вот эти вот соединения, маленькая звездочка, но их оставила в одном месте, чтобы вам объяснить сегодня один маленький нюанс. Напомню, что пряжа здесь Дэнди, три оттенка, сейчас я вам их покажу, это розовый, вот такой шоколадный и белый. Вот эта пряжа оливкового оттенка, это троицкая какая-то неопознанная. И маленькая звездочка, это Фила Дескодия. Немножечко отличается оттенок от этого вот розового Дэнди. И, поверьте, вот эти вот такие полутона тоже придают шарма этому изделию. Значит, на данный момент топ весит 175 грамм. Ну, осталось в некоторых местах сделать вот эти вот соединения звездочка. Я думаю, что он будет весить около, ну, может быть, 190 грамм. То есть, еще буквально там 10-15 грамм, и он будет готов. Я не стала делать его длинным. Во-первых, у меня есть две юбки, нынче трендовые юбки, юбки с запахом. Напомню, что это юбка от Гранд Сток, она льняная. Я вам ее очень рекомендую. Кто не видел обзор из этого интернет-магазина, постараюсь оставить ссылочку. И вот этот топ очень хорошо подходит сюда. Напомню, что я буду, продолжу, вернее, вязать жакет Прованс, который тоже я именно под эту юбку вяжу. Но, как ни странно, посмотрите, и оливковый цвет, и юбка. Ну, так вот удачно, счастливо сложились звезды. Красота красивенная. Девочки, я любуюсь, я хвалю себя, потому что работа действительно получилась очень красивая, очень аккуратная. И именно вот эта вот длина, потому что юбка в пол, извините, помятая, ну, достала, какая есть, времени не хватает. И вот этот короткий топ под такую юбку, ну, просто прелесть, прелестная. Очень красиво смотрится просто на голое тело. Конечно же, не оденешь, нужно что-то, ну, одевать вниз. Ну, на югах можно и на купальник одевать. В городе, конечно же, буду носить под топ. Я имею в виду трикотажный топ, который будет служить чехлом. Можно эту модель очень красиво, постараюсь завтра вам продемонстрировать. Смотрится, когда одно плечо вот так вот спущено. Сейчас постараюсь показать. Очень красиво, очень модно. На манекене, конечно же, не то. Но, поверьте, красота красивенная. Итак, что хочу сказать по данной модели. Да, конечно же, она не для начинающих. Вся сложность именно вот в этих соединениях. Должно работать и логическое мышление, и где-то интуиция, образное мышление, все это должно в вас присутствовать. Если с этим туговато, то, ну, выберите другую модель. Я, конечно же, покажу и расскажу нюансы. И до сих пор помню слова Аси Вертен, у которой мне довелось побывать на живом мастер-классе. Это был, по-моему, 2014 год. И она сказала, «Неважно, как вы вяжете, главное, чтобы это было красиво». И вот эти слова до сих пор звучат у меня в ушах. Я всегда помню об этом. И они дали мне какое-то раскрепощение. То есть я поняла, что в вязании нет никаких правил. Все правила создаете вы сами. Вот в этой модели, поскольку я владею техникой ирландского кружева, именно с нее и начиналось мое творчество, в этой модели нужно немножко импровизировать. Да даже не немножко, а много. Потому что соединить мотивы просто вот между собой, мы получим красивый палантин. И все. А чтобы соединить мотивы по фигуре, мы должны немножко импровизировать. Это понятно. Выточки на груди. Чтобы спинка у нас не фолдила, сейчас поверну манекен и покажу, что я имею в виду. Кто следит за этой книгой, вернее, за этим уже топом, те, наверное, помнят, что мы спинку меняли. Вот вы видите этот придуманный мною мотив, который я вписала вот сюда. Вы видите, что он отличается. И здесь совершенно другое соединение, чтобы спинка красиво сидела по фигуре. Посмотрите, какая красота. Сейчас я поправлю здесь рукав. Я же вам показывала, как еще можно носить этот топ. Спинка сидит просто идеально. А все за счет чего? Посмотрите, вот здесь вот малый мотив, который я еще не ввязала сюда. Вот эта малая звездочка ввязывается в последнюю очередь, когда уже все большие мотивы соединены. То есть, у нас есть место для малой звезды и для большого мотива. Так вот, если вы обратите внимание, то вот здесь нет вот этого мотива звездочка. Что мы делали? Мы здесь импровизировали, чтобы убрать... Спинка не фолдит. У меня выключился планшет, кончился заряд. Но мы как бы решили проблему красивой спины. Но нам нужно дальше решать проблему, как же нам закончить низ изделия. Во-первых, я не хотела, чтобы низ изделия был прямо, ни со спины, ни с переда. Сейчас я вам показываю это спинка. И поэтому вот то, о чём я говорила. Нужна импровизация. Но мотив настолько шикарный и универсальный, с ним можно делать всё, что угодно. Менять его в размерах, менять его немножко по виду. Что я сделала? Поскольку здесь, я говорю, наши вот это импровизации, неправильное соединение, мне пришлось вот здесь вот, чтобы вот этот вывязать клин, что я сделала? Я применила вот этот мотив без обвязки, без второй обвязки. Вот вы видите, тут мы начинали со скользящей петли, дальше пошли вот эти вот элементы ромашка, потом ряд столбиков, обвязки столбиков с двумя накидами и ещё один ряд, тут всего по сути четыре ряда, ещё один ряд столбиков с двумя накидами и вот эти вот три пико. Так вот, вот в этом элементе, смотрите, как я его лихо уменьшила в размерах. Он очень вписывается, он очень похож, близнецы и братья, да? Ну, только он ещё маленький вот этот элемент. Что я здесь сделала? Я исключила вот этот ряд обвязки. То есть, у меня, во-первых, вот здесь вот этот ряд столбики с одним накидом вместо двух, ромашка у меня вывязывается не на шестнадцати воздушных петлях, а на десяти воздушных петлях. И таким образом у меня вот этот мотив уменьшился. И ещё нужно просчитать, конечно же, секторы этого мотива. Здесь у нас их двенадцать, если мы вот их посчитаем. А здесь, по-моему, у меня десять. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть, нужно заранее просчитать, вот почему нужно вот это вот мышление логическое, образное мышление, ну и, конечно же, ваша фантазия. И математический просчёт, чтобы понять, сколько вам нужно связать здесь секторов, сколько набрать вот здесь петель, столбиков я имею в виду, чтобы на этих столбиках вывязать десять секторов ромашки, ну вот этого мотива вместо двенадцати. То есть, всё это нужно просчитать. Вот здесь у меня тоже, ну, я несколько раз распускала, потому что, ну, иногда ошибалась в местах соединения, потом доходило, что нужно вот здесь соединить, вот здесь вот нужно пропустить, один в свободный полёт пустить вот этот сектор, потом опять соединить, опять в свободный полёт. То есть, всё это, девочки, не так просто. Поэтому, если вы хотите скопировать, вот полностью, значит, связать такой же ток, то смотрите на моё, ну, открывайте видео, делайте паузы и смотрите, как между собой соединены мотивы. И здесь вот потом, что я сделала? Я ещё добавила ещё один вот такой мотивчик, то есть, вот этот мотив, он очень похож вот с этим мотивом, только немножко в размерах. Тут вообще, по-моему, здесь на двенадцати воздушных петлях вот эта ромашка вязалась, а здесь, по-моему, на десяти. Ну, чтобы вот этот клинышек красиво, опять же, лежал. И вот эту маленькую звёздочку, но, опять же, видите, здесь звёздочка просто с вот этими тремя пико. Здесь нет вот этих соединений, которые присутствуют вот в этой звёздочке. То есть, вот эти вот воздушки я исключила. Опять мотив вписался в эту модель, и всё хорошо лежит. То есть, опять сработала фантазия. Видите, здесь нет воздушных петель, а просто три пико. И ещё один нюанс. Смотрите, если здесь вот эти три пико соединяются сразу, вот с этими тремя пико от большого мотива, да, то вот в этом месте, видите, здесь что я делала? Сделала первое пико, потом сделала пять воздушек, соединилась с этим мотивом. То есть, сначала, естественно, был привязан вот этот мотив. Тут ещё нужно понимать последовательность, что и зачем связать. Очень важно. Итак, сделала пять воздушек вот здесь. Соединилась пять воздушек и последнее три пико, да. И у меня получилось, что красиво лежит. Только в одном месте вот эти пять воздушек. Видите, тут сразу три пико соединяются между собой. Ну, и здесь такой же элемент, который в зеркальном отражении тоже с пятью этими воздушками. Вот в этом месте. Опять же, только для того, чтобы это красивенько лежало. Не сделай здесь пять вот этих воздушек, и у вас будет тянуть, и мотив будет некрасиво лежать. Поэтому, когда, ну, сами выдумываете, сами придумываете, некоторые вещи приходится перевязывать. И на это, конечно же, уходит время. Но я довольна, очень довольна. Теперь, что хочу ещё вам показать. Маленький нюанс, о котором я говорила. Сейчас здесь пристегну булавкой, чтобы рукав не падал. Показать вам. Вот место, где я буду ввязывать мотив, но, конечно же, видоизменив этот мотив. С той стороны он уже связан. Я вам сейчас его покажу. Просто посмотрите на эту дырку и посчитайте, сколько здесь соединений. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Пять соединений. Но пять соединений я посчитала, что мотив сюда нужно ввязать вот этот большой, убрав второй ряд. И пять соединений это будет некрасиво. И вот теперь запомнили, да, что здесь пять соединений. Сейчас поверну манекен и покажу, что я там придумала и какой мотив у меня там уже ввязан. Это для тех, кто хочет связать именно такой топ и больше ничего не придумывать. Вот, посмотрите. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот этот мотив. Вот та дырка из пяти соединений, которую я вам только что показывала. Вот я сюда ввязала, опять же, со своей импровизацией, вот этот мотив. Его практически не отличить от большого мотива. Но здесь же опять нестандартное соединение. Присмотритесь. То есть, все делал, мотив начинался вязаться так, как и начинался вязаться. То есть, как большой мотив. В скользящую петлю 23 столбика с одним накидом, потом 16 воздушных петель и ромашка вот эта вот из 12 вот этих секторов. Но здесь их не 12, а 10. И, опять же, исключен второй ряд обвязки. Видите? Здесь вот этот ряд столбиков с двумя накидами. И все. И дальше пико. А здесь у нас два ряда. То есть, вот он, один ряд, вот второй ряд. Но если связать такой большой мотив, он не впишется сюда по размеру и будет фолдить. Он будет слишком большой для вот этой нашей дырки. Это все на глаз я просчитывала. И опять посчитала, что нужно не 12 вот этих секторов, а 10. Почему 10? Потому что мы с вами считали 5 соединений, то есть, по пико. И я добавила, если вы внимательно посмотрите, еще одно соединение. То есть, еще 5 соединений добавила. Видите? Вот они, эти пико соединяются. По идее, здесь не должно быть соединения. А кто нам сказал, что его не должно быть? Мы же сами придумываем правила. У нас все должно быть. И поэтому, вот этот мотив очень красиво лежит. Но это область подмышки получается. Здесь ничего не фолдит. И все очень красиво смотрится. То есть, он состоит из 10 секторов. Значит, вот в эту скользящую петлю я провязала не 23 столбика с одним накидом, а 20 столбиков, чтобы связать 10 секторов вот этого мотива. И соединила его. Еще один нюанс. Внимание! Если здесь, там, где пико в пико соединяется с другим мотивом, у нас сразу идет соединение, то вот в этом месте, там, где нестандартное соединение, там, где, по идее, его не должно быть, здесь опять импровизация. То есть, что я делала? Набрала вот первое пико из 5 воздушек. Дальше не 3 воздушные петли, а 5 воздушек. Соединилась вот в этом месте. Видите, да? Опять 5 воздушек. И последнее от пико, от этих трех пико. Дальше у нас идет стандартное соединение. Значит, здесь обычное пико, соединяющееся с другим мотивом. И вот они чередуются. И опять необычное. То есть, здесь нужно больше нам набрать воздушек, чтобы красиво лежало. Потому что вот эта точка находится несколько дальше на расстоянии, чем вот эта. Поэтому я говорю, внимательно, ну, просмотрите место соединения и подумайте, как и чего там связать. Может быть, где-то больше воздушек. Я же не знаю, какая у вас плотность вязания, какие нитки. Я просто говорю, что учитесь фантазировать и импровизировать. И у вас все обязательно получится. Ну вот, по-моему, рассказала, объяснила все. Да, еще отвечу на один вопрос. Часто забываю, вернее, что по размерам. Вот этот размер большого мотива у меня составляет 8 сантиметров. Нитки Денди, крючок, единица. То есть, вот от этой точки и вот до этой точки мой мотив 8 сантиметров. Это для тех, ну, кто вяжет, и чтобы вам ориентироваться, какой у меня размер мотива и какой размер модели получается. У меня размер моей одежды 48-50. Сидит просто идеально. Сейчас уберу эти иголочки. Еще раз немножко полюбуемся на эту красоту. В общем, мне осталось совсем немножко ввязать вот этих мотивов звездочка. И на рукаве, вот здесь сейчас покажу вам, тоже сделать вот эту импровизацию. Видите? Здесь не получится маленькая звездочка, чтобы соединить вот этот мотив и вот этот. Значит, что я сделаю? Я здесь свяжу вот такой малый мотив и соединю его во всех точках. То есть, ну, вот здесь, вот здесь и вот здесь. То есть, соединю вот этим малым мотивом вот это вот место и получится рукав. А малые звездочки здесь есть тоже на рукаве. Вот они. Их тут, правда, немножко, но это рукав. но они есть, они присутствуют и все очень гармонично смотрится. Так что, мои хорошие, мое вам напутствие. Ничего не бойтесь. Ведь лучше сделать и жалеть о том, что сделал. Или жалеть о том, чего не сделал. Но я знаю, что у вас обязательно все получит. Начните вязать. Попробуйте соединить просто какое-то полотно. Не обязательно, что это будет уже сразу как бы просчитать всю модель. Просто соедините, вот свяжите, допустим, большой-большой мотив, большой-большой. Вот такой вот квадрат, допустим, да, и с малой вот этой звездочкой. Приложите его к манекену. Повертите, так приложите, так повертите. И оно придет. Оно само вам подскажет, куда вам дальше двигаться. Ну и, конечно же, мои видео, которые, я думаю, что все-таки будут вам полезны и для многих, думаю, понятны. Очень вас прошу, напишите, пожалуйста, комментарии, все ли вам понятно, как вам эта модель, нравится, не нравится, вяжете вы это, будете вязать, не будете, потому что обратная связь, поверьте, нужна каждому блогеру, чтобы он чувствовал, что его работа не в пустоту. Ну, а на этом я буду заканчивать сегодняшний ролик. Завтра постараюсь продемонстрировать. Ну, если не выйдет завтра видео, значит, на следующей неделе, потому что у меня эта неделя рабочая, завтра один выходной, дальше три дня работы. И уже не смогу вязать. Все, мои хорошие, я вас всех обнимаю, всех люблю, жду ваши комментарии. поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, много интересных мастер-классов, много чего интересного. Я вас всех люблю, и до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok